Дорогие братья и сестры, дорогие наши слушатели, мы приветствуем вас славным именем Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем исследование цитат из книг Духа Пророчества, Вестницы Божьей Элен Уайт. Мы проходим эти семинары, эти уроки для того, чтобы народ Божий, народ адвентийский знал то, что писала Элен Уайт по отношению нашего Всевышнего Бога, а также и Господа нашего Иисуса Христа, и какое она определение давала Духу Святому. Верила ли она как отдельную личность, или все-таки, так как мы читаем из этих цитат, которые она писала, она понимала, так как мы понимаем, что Дух Святой это Дух самого Бога и Дух самого Иисуса Христа, а ихнее влияние, ихнее присутствие среди народа Божьего, среди детей Божьих. Сегодня у нас с вами 16-я тема. Я думаю, что эта тема будет заключительная. На протяжении всего времени мы с вами ознакомились с той истиной, которая была представлена в этой книге, которую я в интернете предлагал для наших соседей из Молдовы, а также и Украины. Кто желает, вы можете написать, и мы вам пришлем эту книгу. Читаем первую цитату. Когда Христос говорил о Духе, говорил ли Он о другой личности? Этот Дух, который животворит, плод ничего не приносит. Слова, которые говорю я вам, суть Дух – жизнь. Христос здесь не ссылается на свое учение, а на свою личность, на божественность его характера. Елена Уайт, Ревьюэн Геральт, 5 апреля 1906 года, параграф 12. Итак, мы видим, что Елена Уайт здесь нам говорит о том, что Иисус Христос, говоря о Святом Духе, или же о Духе Бога, о Духе Своем, Он говорит как о себе, как о личности. Когда мы с вами говорим о том, что Святой Дух действовал на апостолов, а также на Вестницу Божью, и автором Библии является Дух Святой, и если мы берем из учения тринитариев, что Святой Дух – это третья личность, значит, выходит, что автором Библии не является Бог Отец, а является третья личность, Бог Дух Святой, якобы из этой ипостаси. Но мы сегодня с вами прочтем, как же понимала и что писала Вестница Божия для народа Божьего. Кто формирует работу? Пусть ответственные служители церкви помнят, что формирование личности совершается Святым Духом. За этим контролирует, это перевод оригинала, сам Господь. И так мы видим, что Вестница Божия говорит о Святом Духе, и говорит о том, что этот контроль совершает сам Господь. Из этого мы видим, что Дух Святой, который контролирует, это Дух самого Господа. Не надо перевоспитывать людей, для которых мы трудимся по нашим собственным понятиям. «Позвольте это сделать Христу». И так мы видим, что ясно Вестница Божия говорит о том, упоминая о Духе Святом, упоминая о Господе, и говорит о том, что «Позвольте это сделать Христу». А как же Христос делает? Он же не приходит лично в образе Христа и начинает учить. Но мы знаем, что Дух Христов воздействует на наш разум, на наши понятия, на наш ум. И Дух Христа общается с Духом Человеческим. То есть внутреннее то, что находится в человеке, сознании. Это цитата записана о свидетельстве для церкви, том 9, страница 135, 1909 год. Я подчеркиваю, 9 год. Это уже к кончине ее земного пути. И когда мы с вами говорим о том, что нас учили, что она в конце жизни стала тринитарием якобы, так как сегодня верит церковь адвентистов 7 дня, и записаны эти ее догмы вот здесь, доктрины в этой книге. И они говорят о том, что типа Елена Вайт тоже так верила. Но мы видим, что здесь идет противоречие. Елена Вайт верила совсем противоположному тому, что сегодня учит церковь адвентистов 7 дня. Кто пошлет убеждение в умах слушателей? Проповедуйте слово, и Господь сам, святым духом, пошлет убеждение слушателям. Это слово говорит, а они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Марка 16, 20. Перевод с оригинала. Элен Вайт. Свидетельство для церкви. Том 9. Страница 141. 1909 год. Итак, мы видим, что эта цитата говорит о том, что Господь своим святым духом пошлет убеждение слушателям. И мы знаем, что когда апостол Петр проповедовал о распятом Христе, то после его проповеди крестилось 3000 человек. Задается вопрос, кто это сделал? Ну, конечно, скажут, что это сделал святой дух. Но кто это? Вестница говорит, что это сам Господь своим духом посылает убеждение слушателям. Но не как некая третья личность, которая якобы это сделала. Описывается ли дух святой как третья личность, кроме Бога и Христа? Ну, конечно, нам могут найти такие косвенные цитаты, как Анания и Сапфира, когда Петр сказал, что вы обманули святого духа. И далее как? Он говорит, Бога. И он говорит, вот видите, святой дух – это Бог. Но это правильно, потому что святой дух – это дух самого Бога. Но это не третий Бог. Поэтому надо иметь различие, что это за собой несет. Вот, если мы говорим о святом духе, и когда мы говорим о том, что святой дух – Бог есть дух, а Бог есть свят, то и дух его свят. Если мы человеки грешные, то какой наш дух? Такой, как и мы, грешный дух. Мы часто падаем, мы неправильно думаем, мы спотыкаемся, но мы хотим осветиться и заполниться тем духом Христовым, чтобы быть подобным Христу. Поэтому, когда идет речь о том, что святой дух, Библия подразумевает и утверждает, что это сам Бог. И поэтому, когда Анания и Сапфира солгали, то они солгали кому? Самому Богу, потому что духом своим Бог, он пронизывал их мысли, и он знал, что они себе придумали – утаить некую часть. Поэтому просто надо правильно понимать Писание. Цитата. «Пусть они благодарят Бога за его многообразную благодать и проявляют доброту друг к другу. У них есть один Бог и один Спаситель и один Дух, Дух Христа, который должен объединить их в своих рядах». Перевод с оригинала. Ильян Уайт. Свидетельство для церкви. Том 9. Страница 189. 1909 год. Итак, мы видим, если мы берем из этой цитаты, остановимся и поговорим. Илья Уайт понимала, сколько Богов. Она пишет, а есть один Бог. Не единый то, что нам предоставляют, как Евгений Зайцев объясняет другие богословы. Они начинают объяснять слово «един». Это значит «множество». И это множество – это почему-то трое в одном. И тут начинается вот такая путаница у слушателей. Но мы видим, что вестница Божья, она была антитринитарного духа. Она верила в одного Бога и в одного Спасителя. И она не писала здесь, что они едины в ипостасях. И дальше она пишет «и один дух, дух Христа». Тогда выходит, что если на почве понятия тринитарного учения, что если есть третья личность – это дух святой, то значит уже есть четвертый дух Христа еще. А если тот дух Божий, а это дух Христов. И когда-то мы с вами разговаривали насчет этой темы. Смотрите, вот почему-то в Библии написано «дух Божий, Сын Божий». Потому что сущность вот эта, которую они говорят, вот это говорит о том, что это Бог, сущность, в котором есть трое. И смотрите, какой парадокс. Дух Божий входит в ипостась. Дух, то есть Сын Божий, входит в ипостась. А почему-то Отец Божий нигде нет такого написано. Вот нигде я не встречал в Библии Отец Божий. Он же что же? Личность из этой ипостаси из трех. Значит должно быть, если вот эта ипостась, вот эта сущность, которой мы, нас учили, и если в этой сущности три ипостаси, значит что? Отец Божий, Сын Божий и Дух Божий. И в целом это Бог. Но этого же нету. Почему-то всегда говорят, что Отец есть Отец. А уже Сын Божий, Дух Божий. Поэтому тут никак не сходится вот с этим учением. Поэтому или надо им переделать уже доктрины, и уже писать, что Отец Божий, или все-таки признать о том, что есть один Всевышний Бог Отец, и есть, как Елена Войя здесь пишет, один Спаситель, это Господь наш, Иисус Христос. И один Дух Христов, который в нас, который наше сердце преобразовывает, и это Сам Христос своим Духом пребывает нас и ведет нас ко спасению. Должны ли мы отбросить ранние истины о личности Бога и Христа? Тот, кто отрицает личность Бога и Его Сына Иисуса Христа, отрицает Бога и Христа. Итак, что вы слышали от начала, то да пребывает в вас, если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Если вы продолжаете верить и повиноваться истинам, которые вы впервые приняли, по отношению личности Отца и Сына, то вы будете соединены вместе с ним в любви. Ревьюинг Геральт, 8 марта 1906 год, параграф 19. Итак, мы видим, что эта цитата написана Элен Уайт, но мы с вами в предыдущих историях, которые мы в этих темах, мы говорили о том, почему она была вынуждена писать вот это объяснение. Потому что там появилась ересь Келлога, который он именно придумал или же предложил вот это учение о сущности. То есть Бог это вот что-то, в котором пребывает кто-то. И поэтому Элена Уайт была вынуждена, и она настолько разложила по полочкам понятие, что Бог, то есть Отец, это личность, это не сущность, это она пишет личность Бога. А если мы говорим о том, о сущности, то как это может быть личность Бог, если там трое? Значит, выходит так, как рисуют. Одно туловище и три головы. Вот такое искажение о Всевышнем Боге. Это считается как бы богохульство, что мы представляем себе одного Бога с тремя лицами. Или как говорят, трехликий Бог в трех личностях. Понимаете? Это просто богохульство. Бог это личность. Сын Иисус Христос это личность. И это она пишет. Тогда задается вопрос, что же пишет эта вестница, которая была движима Духом Святым или Духом Божьим. Вот это задается вопрос всем, вот богословию, адвентизма. Что же она такое пишет? Ну, конечно, эти цитаты никто не цитирует и никто не говорит. Нам говорят о доктринах, то, что учит церковь, всемирная, вот это закон. А то, что говорит Бог через вестницу, да это не столь важное. Что хотели скрыть падшие ангелы на небе? Вот интересный вопрос. Что они хотели скрыть? Ангелы были изгнаны с неба, потому что они не захотели трудиться в гармонии с Богом. Они упали, потеряв свое высокое положение, потому что хотели возвышение. Они дошли до того, что сами возвысили себя и забыли, что их красота, личности и характера исходят от Господа Иисуса. Падшие ангелы пытались скрыть тот факт, что Христос был единственным рожденным Сыном Божьим, и они решили, что не должны советоваться со Христом. Один ангел начал борьбу и продолжал ее, пока в небесных обителях среди ангелов не произошло восстание. Перевод с оригинала Элен Уайт «Этот день с Богом», страница 128, 1910 год. Я, например, впервые слышу вот это ее труды, которые были озаглавлены «Этот день с Богом». Я думаю, многие адвентисты тоже впервые это слово услышат. Почему? Потому что нам не перевели, потому что это неудобно для чтения простым членам церкви. Итак, давайте мы остановимся на этой цитате. «Что хотели скрыть падшие ангелы, будучи там, они когда были на небе, пытались скрыть тот факт, что Христос был единственным рожденным Сыном Божиим». Теперь задается вопрос всем адвентистам, а также богословам, которые начинают крутить, вертеть и говорить о том, что Библия, когда пишет о том, что «рожденный» – это своего рода одного рода, одной природы, то есть с Отцом. То есть такое понятие. Потом другие говорят о том, что если слово «рожденный», это имеется в виду рождение Иисуса Христа на земле. Понимаете? Но Вестница Божия здесь ясно пишет, что падшие ангелы, когда они были на небе, они хотели это скрыть. Еще не было ни земли, ни народа, ни творения. Там они были, находились на небе. Эта война зародилась до сотворения нашей планеты. Поэтому задается вопрос, что они хотели скрыть в то время, когда не было еще ничего. Это наша планета была просто хаос. Когда мы читаем в бытие, что там было? Там был хаос, да? Вот. И потом Бог начал творить вот то, что далее мы читаем. Тогда задается вопрос, неужели эти падшие ангелы, они не знали, что Иисус Христос является единственным рожденным сыном от самого Бога? А сегодня нам хотят внушить вот это одного рода, рождение на земле и тому подобное. Для чего? Для того, чтобы подгрунтовать вот это учение о Троице, если это одного рода, значит они три одинаковых самосущих, однородных Бога. А если, например, рождение на земле, то это уже другое понятие о том, что он просто родился на земле. Другое опровержение, уже другого течения, которое не воспринимает, что он является Сыном Божиим. Понимаете? Насколько дьявол хотел там сделать эту работу, и насколько успешно он сделал тут эту работу. А сегодня вот эти все члены церкви, которые надеются на спасение, а спасение является только в Иисусе Христе, которые, они не верят в то, что Иисус Христос является Сыном Божиим. А мы знаем тексты в Писании, кто отвергает и кто не верит, что Иисус Христос является Сыном, тот отвергает и Отца. О каком спасении еще может быть речь, друзья мои? Что Христос выиграл в своем воплощении, когда Он был Сыном в прежнем смысле? То есть, Он был до того Сыном, когда мы читали, а потом Он пришел в наш мир. Та же личность, которая была на небе еще до нашего сотворения, и Он творил нас, а потом Он, как наш Творец, пришел в этот мир для того, чтобы спасти вот таких непослушных и в настоящее время даже нет слов для выражения каких вот таких, которые мы сегодня вот этим всякими учениями мы просто бесчестим и обижаем нашего Господа Иисуса Христа. Читаем цитату. Будучи в человеческой плоти, Он был причастником божественной природы. В своем воплощении Он придал новый замысел званию Сына Божьего. Ангел сказал Марии, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим». Луки 1.35 «Став Сыном Человека, Он стал Сыном Божьим в новом смысле. Таким образом, Он пребывал в нашем мире Сыном Божьим, связанным по рождению с человеческим родом». Элен Уайт, Знамение Времени, 2 августа 1905 год. Цитата из «Избранные вести», том 1, страница 226-227. Давайте мы с вами остановимся и разберем, что же здесь Вестница написала. «Будучи в человеческой плоти, Он был причастником божественной природы». Когда вот эти слова зачитывают, вот эти сидят так называемые члены церкви, которые не читают, не изучают, даже урок субботней школы они просто носят в церковь, но они его не знают, что они, они просто так делают вид, смотрят в эту книжечку, но они там ничего не видят. И когда им говорят вот эти слова, и потом начинают цитировать, видите, что Он был причастником божественной природы, Он Бог. Понимаете? Они, ну да, божественная значит Бог. Но что здесь она хотела заложить смысл? Будучи в человеческой плоти, она хотела сказать, Он был тем, который был до того, до этого состояния человека, Он был таким, божественной природы того времени. То есть это не просто новоявленная личность, которая просто появилась, как у нас появляются дети, да? Это нет. Он был, и она хотела подчеркнуть. Дальше она говорит, в своем воплощении Он придал новый смысл званию Сына Божьего. Он уже был Сыном, каким? Человеческим и Сыном Божьим. Мы с вами чьи сыны? И дочери? Бога. Понимаете? Вот это звание Он придал как себе, так и нам. Далее мы читаем. Ангел сказал Марии, Дух Святой найдет на тебя и сила Всевышнего осенит тебя. Задается вопрос, если говорят тринитарии о том, что Мария, ну и Библия подтверждает, что она зачала от Святого Духа, и если Святой Дух в тринитарном понятии это третья личность, то тогда выходит, что она зачала от третьей личности. Понимаете, в чем суть? А это говорит о том, что это является богохульством, чтобы третья личность Божества соединилась с человеческой женщиной, и они зачали вот этого младенца. Понимаете, в чем суть? Но когда мы читаем Библию, мы видим, что Дух Святой, а Дух Святой это что? Это действие и Дух самого Отца. То есть сказал Слово, сделалось. Ну, это превыше нашего познания, то есть действие Всевышнего Бога. И вот эта тайна, великая тайна благочестия, которая относится к этому эпизоду, говорит о чем? Что нам не открыта эта тайна, как будучи Сыном Божьим, Божественной природы, такой, как у Отца Духовной. Он приходит в наш мир посредством Духа Святого, посредством влияния Отца, действия Отца, Он приходит сюда, и Он становится, то есть в этом зачатии, та личность становится уже человеческой личностью, но она остается той прежней, которой она была до этого времени. И Он, как мы говорили с вами, и Он наречется Сыном Божьим. И дальше, став Сыном человека, Он стал Сыном Божьим в новом смысле, в таком, как мы с вами. Мы были раньше, до того, как бы пришли в церковь, Сыны какие? Человеческие, Сыны греха, а теперь мы с вами стали Сыны праведности, Сыны Божьи. Вот в таком смысле Иисус Христос принес вот это положение. Таким образом Он пребывал в нашем мире Сыном Божьим, связанным по рождению с человеческим родом. Поэтому мы видим, что Елена Вайт четко и ясно и правильно понимала, и не то, что сегодня учат вот этот народ, который просто сидит и ничего не думает, а потом твердит вот заученные фразы, не имея логики мышления Священного Писания. Кем был Христос до своего воплощения? Был ли Он Сыном Божьим? Читаем. Он был величием неба, единственным рожденным Сыном Божьим, перевод с оригинала, все же Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3, Иоанн Уайт, Свидетельство для Церкви, том 9, страница 208, 1909 год. Девятый, подчеркиваю. Итак, мы видим, что Вестница написала эту цитату, что Он был величием неба, единственным рожденным Сыном там, там, понимаете? Но нам хотят переменить вот эти диски вот в нашем сознании и переписать нам вот эти доктринальные вот такие вот извращенные толкования, чтобы мы понимали совсем по-другому и приняли вот эту языческую троицу, которая полностью опровергает о сыновстве и отцовстве нашего Небесного Отца. Что дано нам в даре Иисуса Христа? Отцовство Бога дано нам в даре Иисуса Христа. И поскольку Бог был един со своим единственным рожденным Сыном, также Он будет един и со всеми земными детьми. Элен Уайт, Ревюэн Геральт, 30 сентября 1909 год, параграф 15. А теперь вот мы пришли к этому слову един, которые нам хотят этим словом извратить все правильное мышление. И тут когда Вестница Божия говорит о том, что Отцовство Бога дано нам в даре Иисуса Христа, то что предыдущая цитата говорит, что Он пришел в наш мир как человек, и Он был Сыном Божьим, и мы в лице Христа тоже сыновья Бога, и поскольку Бог был един со своим единственным рожденным Сыном, а теперь давайте мы объясним, да, вот Евгений Зайцев и другие, если будут слушать, объясните вот эту цитату, Он был един, это что было их двое в одном, то есть одно туловище две головы, в чем они были едины, едины были в чем, в спасении человечества, в любви к падшему человечеству, едины в делах, едины в творении, и Он был един именно с этим единственным рожденным Сыном, здесь третий не фигурирует, как говорят, триединство в новом учении, а здесь написано, что только со Своим Сыном они были едины, а третий отпадает в этом случае, теперь дальше вот этой цитате, также Он будет един со своими земными детьми, а теперь давайте объясните, как мы можем быть едины, слово един, я подчеркиваю, вместе с нашим Богом, значит мы становимся тем же Богом, да, одной вот этой сущностью, что Бог, что мы, мы же едины, или тут все-таки другая мысль, конечно другая, в чем мы едины, если в нас будет Дух Христов, то мы будем едины и с Отцом, потому что у нас, как дальше мы читали предыдущие цитаты, у нас будет ум Христов, Христов, мы будем думать так, мы будем действовать так, мы будем верить так, мы будем доверять, так как Христос доверял своему Отцу, мы будем тоже доверять, и вот это единство слово един будет заключаться в том, что земными детьми мы будем едины с небом, но это не говорит, что мы станем вот мы люди и Бог мы съединимся и будем одна сущность, это едины, здесь совсем вот это слово вот они извращенно толкуют и людям просто как бы ну нет выражения, просто затуманивают их не разум изменилось ли мнение Елены Уайт о том, кто говорит в притчах 8-22-30 когда вы прочитаете притч 22-30 там будет такая история Господь Иисус Христос Божественный Сын Божий существовал от вечности отдельная личность но все же одно с Отцом Отец Сын существующий от вечности нам неизвестно слово от вечности это может миллиарды миллиардов лет нам туда конечно нашим разумом туда нам не постичь это бескрайность но все же таки там когда-то было вот это начало рождения Сына Божьего и здесь Весница говорит что это отдельная личность это не какое-то лицо от этой сущности этого божества это отдельная самостоятельная личность но все же одно с Отцом в чем одно то что я говорил предыдущий он был превзойденной славой небес он был главнокомандующим небесных существ и имел право на почтение уважение со стороны ангелов это не было кражей от Бога Господь имел меня началом пути своего прежде создания своих исконии заявляет он от века я помазана от начала прежде бытия земли я родилась когда еще не существовали бездны когда еще не было источников обильных водою я родилась прежде нежели водружины были горы прежде холмов когда еще он не сотворил ни земли ни полей ни начальных пылинок вселенной когда он уготовил небеса я была там когда он проводил круговую черту по лицу бездны елена уайт ревен геральт 5 апреля 1096 год параграф 7 и так мы видим на основании вот этой притчи которая записана об иисусе христе елена уайт написала подтверждение что это божественный сын существующий от вечности отдельная личность и когда мы с вами эту цитату сравниваем с патриархами пророками и здесь написано о том что иисус христос говорит что это не было кражей от бога то есть то что он имел почтение он у него не отнял потому что например сегодня земные власти да вот соперничество значит один президент свергнули второй стал что он забрал эту власть также цари также мы знаем эти войны которые происходили на протяжении всей нашей земной истории но здесь мы видим что книга патриархии пророки леонова и также подтвердила что кто это сделал кто ему дал это и то написано что он возвел сына на престол и он сказал что от сегодня слово моего сына это слово мое как вы должны почитать бога отца так вы должны почитать сына божьего поэтому все совпадает и все имеет гармонию когда это все является истиной кто только те которые знают что что стоит наше спасение кто может знать насколько наше спасение ценно читаем цитату только бог и христос знают что стоили души людей или он вайт знамение времени 13 января 1909 год параграф 8 так что или она вайт о чем пишет почему дух божий ей не открыл о том этот третий дух который в тринитарии что также и он знает эту цену вот если дух божий который работал над ее разумом это третий бог он только сказал за бога отца и христа а за себя он постеснялся сказать что еще он знает цену нашего спасения но когда мы читали урочник который я всегда повторяю и напоминаю за 2017 год первый квартал там нам автор написал о том что третья личность божества только через нее мы можем иметь спасение потому что только она ведет нас ко христу только эта третья личность возносит наши молитвы то есть универсальность спасения и эта третья личность является посредником и третья личность ну все делает тогда задается вопрос почему Елена Уайт вот здесь в этой цитате так обидела вот эту третью личность которая здесь так написано только бог и христос знают что стоили души людей и когда мы читаем историю из библии когда мы читаем другие книги духа пророчества то мы из этого всего видим что это да подтверждение потому что когда иисус христос был на голгофе когда он висел то сказано что только отец там был присутствующий и он не мог смотреть на это и он отвернулся и вот эта тьма которая стала над голгофой вот эта кромешная тьма для того чтобы сокрыть от лица всевышнего отца бога понимаете только он переживал потому что там решалась вот эта судьба будет спасен народ то есть народ или не будет или же все ж таки вот иисус в последнее время он смог бы вот отречься сломаться понимаете здесь мы не настолько хорошо понимаем то что было там происходило потому что он иисус христос он все ж таки можно сказать что не был уверен в том что так именно произойдет по плану почему потому что дух проройства пишет что он боялся боялся в том чтобы не быть разлученным с отцом навечно но нам утверждают что нет он же был бог и он не мог согрешить он не мог умереть он не мог то он не мог это тогда задается вопрос зачем этот спектакль разыграли на вот этой голговской горе зачем если он бог который он ну просто его это не касается он просто играл роль но все ж таки мы видим он был здесь на земле таким человеком как я с вами и мы можем в свое время быть сломлены силой дьявольской и можем быть побеждены дьяволом и пойти в погибель но мы знаем что если мы будем держаться руки божьей руки христа то мы победим вот так же само было и с иисусом христом что значит иметь неправильное понимание о боге елена вайт пишет нынешний век является веком идолопоклонства воистину как тот век которым жил илья нет больше видимых святых мест нет больше видимых изображений на которых может покоиться глаз но тысячи следует за богами этого мира богатство слава удовольствие сладкая ложь которые позволяют человеку следовать наклонностям неврожденного сердца невозрожденного сердца многие имеют неправильное представление о боге и его атрибутах то есть характерных чертах и столь же истина служат ложному богу как и поклонники ваала ревью энгеральд 6 ноября 1913 год два года до смерти или он вайт параграф первый и так мы видим что вестница уже перед смертью написала то что мы с вами слышали что сегодня многие не понимают и не имеют представления о боге если в то время когда она жила и когда бог ей это все показывал и она рассказывала и она писала о том веке в котором она жила в восемнадцатом девятнадцатом начале они не понимали то что говорит двадцать первом которое прошло время как израильского народа вышли из Египта видели столб огненный и столб облачный манну ели голос божий слышали все это видели прошло время что что они начали делать они начали поклоняться идолам и ваалу и вот сегодня вот эти ваалы она там перечисляла ну какие вот эти земные боги там богатство и то и все но дальше она пишет о том что так как они служат ложному богу и поклонники ваала вспомним об илье а сказано в библии что что бог пошлет последнее время дух ильи а дух ильи это что это что еще один илья придет если по тринитарному понятию нет придет то понимание как понимал илья илья понимал что есть один всевышний бог и ему надо поклоняться но не поклоняться вот этим идолам и на горе кормил что он сделал жертвенники вы эту историю знаете да и там бог проявил себя и вот сегодня когда сказано о том что последнее время будет послан дух ильи вот этот дух ильи сегодня вам говорит всем слушающим и те которые видят сегодня вот этот дух ильи говорит что вы поклоняетесь ложному богу ваалу который состоит из троицы в прямом смысле это измышленный это придуманный это подстасованный бог в трех ипостасях библия такого бога опровергает у нас есть один всевышний бог отец и у нас есть один господь иисус христос наш спаситель и влияние ихнего духа на нас с вами но сегодня вот это учение которое объединило всех христиан вот это троица это учение ваалова это учение не божественное это учение человеческое и это то что хотел дьявол сделать на небе чтобы ему поклонялись и вот эти вааловые поклонники в этой троице поклоняются вот этому третьему который мечтал о таком величии и поклонении поэтому задумаемся в кого выми мы верим и кому мы поклоняемся является ли учение о боге личности бога и христа столпом доктрины является ли это одно из старых вех и мы знаем что ильяну уайт когда кэллог когда андерсон и другие которые хотели протолкнуть вот эту учение о сущности которое стало фундаментальным учением о троице в дальнейшем она яро сопротивлялась и боролась против этого и она писала вот эти цитаты но эти цитаты увы замаскированы и вам не предоставлены но вы можете конечно найти и вы можете сверить это если конечно вы считаете и хотите быть спасенными те кто стремится удалить старые вехи не утверждены в вере они они не помнят как они получили и услышали те кто пытается ввести теории чтобы устранить столпы нашей веры по отношению к святилищу или о личности бога или христа работают как слепые поэтому я обращаюсь ко всем пасторам адвентистов седьмого дня когда вы учите и когда вы говорили и лично мне что вестница божья в свое время она еще не понимала боги потом начал открывать так вот послушайте что она пишет что эти старые вехи и то что они получили и то что они слышали и тот кто старается устранить эти столпы веры пионерии адвентистов седьмого дня по отношению святилищу я подчеркиваю потому что есть такие умники которые опровергают святилище или о личности бога и христа работают как слепые вот вестница говорит что вы являетесь слепцами а библия говорит что слепые вожди ведут слепых и все упадут куда в яму то есть погибель вот эта характеристика данна вестницей божьей так что друзья мои если у вас какие то есть претензии пожалуйста к духу пророчества к Ильине Уайт дальше напишет они стремятся ввести сомнения неопределенности и пустить народ божий по течению воли без якоря и правильно напишет сегодня любой адвентист когда с ним поговорить он не имеет определенности в учении или познании о Боге он расплывчато он не понимает что и в дальнейшем что он говорит это тайна мы не должны туда лезть это грех большой это проклятие вы понимаете что вы говорите чтобы знать своего творца кому мы поклоняемся для вас это является тайной и грехом тогда задается вопрос кому кому вы поклоняетесь как предыдущая цитата говорили вы поклоняетесь ваалу и вот этот автор ваала он не хочет чтобы его разоблачили он говорит не лезть туда это тайна вы понимаете до чего сегодня уже дошел народ божий что действительно вот просто удивляешься и это цитата записана в мунаскрипте реальности 760 страница 9 1905 год дальше цитата я призываю каждого быть ясным твердым в отношении определенных истин которые мы слышали получили и защищали понимаете пионерия сопротивлялась и защищала от келлогов андерсов и прочие вот эти которые наводнили вот эту церковь адвентистов в начале ее создания когда бог ее вызвал и дальше она говорит что они защищали задается вопрос от кого от тех которые впоследствии после смерти Елены Уайта остались будучи живыми они все таки продвинули вот это учение и мы знаем историю как это продвигалось и между прочим есть заседание генеральной конференции на каких вот этих заседаниях были приняты вот эти доктрины которые вот в этой книге изложены это доктрины адвентистов седьмого дня вот эта книжечка которые вам изложили которые вам дали вот эту пищу и которые говорят так если ты не хочешь принимать вот эти учения всемирной церкви будь здоров нечего тебе искать в этом движении все понимаете в чем смысл не в писании не в библии а вот в этой книжонке которые они создали вот эти доктринальные свои понятия дальше она пишет изложение божьего слова просты когда нам хотят навязать то что это такое заумное это только богословы это только те которые закончили там семинарии они только могут а вы кто вы простой народ что вы понимаете а этот простой народ он всегда был простым они всегда самооценку заниживают да ну что они же учились они же там знают а мы что а мы что а мы просто сидим и поглощаем вот эту ложь и обогащаемся этой ложью и поклоняемся этому ложному ваалу дальше Елена Уайт говорит плотно положите ноги на платформу вечной истины отвергайте каждую ложь которая отрицает личность бога и христа несмотря на то что она прикрывается подобием реальности Елен Уайт Ревюнгеральт 31 августа 1905 год параграф 11 и так мы видим друзья мои четко и ясно здесь вестница божья сказала чтобы мы плотно положили ноги на платформу вечной истины и это вечная истина она не изменяется и когда нам хотят навязать учение о том что Елены Уайт произошла эволюция что она вроде бы эволюционировала в своем знании и она настолько усовершенствовала что она из одного бога увидела три бога понимаете то то здесь вестница говорит что мы должны стать на платформу вечной истины она не изменяется и не эволюционируется отвергайте каждую ложь которая отрицает личность бога и Христа и то мы сегодня с вами и делаем и мы вам всем говорим что мы отвергаем это учение которое отрицает личность бога отца и Христа несмотря на то что она прикрывается подобием реальности то есть настолько затушевали нам об этой троице настолько нам приукрасили что человек просто думает ну да действительно и текст оттуда вроде подходит и оттуда и дух сказал и дух пошел и дух послал ну наверное личность понимаете в чем вот Елена Вайт пишет это для учета того что пионеры получили и отстаивали в отношении доктрины божества напишите и попросите книгу живой голос свидетелей господа вот если у кого-то есть такая возможность прочитать вот эту книгу живой голос свидетелей господа но я думаю навряд ли вам что-то такое предоставится чтобы вы прочли и чтобы вы еще дополнительно поняли о чем писала вестница неужели Елена Вайт свидетельствовала об изменении истины слово Господне руководило нашими шагами с момента прохождения времени с 1844 года мы исследовали писание мы строили прочно и нам не пришлось разорвать наши основы веры и положить новые бревна манускрипт реальность том первый страница 54 1907 год и так мы видим что вестница божия четко и ясно говорит то что они построили им не надо было разрушить и вставлять новые бревна нового доктринального учения то что они построили до сих пор оно стоит и когда мы говорим о том что мы возвратились обратно в период Филадельфии в период вот церкви когда бог ее основывал то нам хотят сказать о том что мы стали еретиками и мы стали теми которые отвергают истину вопрос в чем если здесь вестница прямо говорит что то что построено вот то мы и принимаем доводы данные в нашем раннем опыте имеют ту же силу что и тогда истина такая же как и когда-либо была ни один штырь ни один столб не могут быть сдвинуты из строения истины те истины которые искались из слова в 1844 1845 1846 годах остается истиной во всех деталях элену уайт манускрипт реальность том 1 страница 52 1906 год итак мы с вами если мы хотим знать истину мы должны поднять историю что же изучала церковь или же движение адвентистов пионеров седьмого дня в 1844 45 и 46 годах и мы конечно с вами найдем это учение о святилище это учение о Боге об отце и сыне это все то что сегодня нам вы слышите и нам вот преподано для того чтобы мы возвратились обратно из этого заблуждения в которое нас завели как во время израильского народа кто завел израильский народ в отступлении священники правда священники задается вопрос а кто завел адвентистов седьмого дня в заблуждение тоже священники вы понимаете как история повторяется поэтому когда мы с вами читаем эти цитаты эти цитаты нас вдохновляют о том что все таки та истина которая преподана пионерами она является истиной а все то что принято в дальнейшем на съездах генеральных конференций сформулирование доктрины положение церкви и тому подобное мы видим что вкрались вот эти ложные доктринальные вопросы которые опровергают истину и народ конечно идет за этими священниками таким же путем как израильский народ если мы не остановимся если мы не рассмотрим где те древние пути нас ожидает та же самая участь что израильский народ в свое время израильский народ ему дано было время покаяния благодатного времени до того времени когда они побили стефана камнями с того времени бог сказал сей дом остается пуст все закончилось как нация как избранный народ как дети авраама и когда мы читаем в библии что народом божьим или духовным израилем будет кто все те которые будут во христе иисусе и когда мы сегодня с вами читаем все это и если мы как адвентисты седьмого дня последнего времени это с последний период это последняя церковь после этой церкви не будет еще какой-то другой церкви сказано о том что из этой церкви останется остаток но этот остаток это будет тот же адвентист который начал быть с 1844 года это не какое-то другое движение потому что они говорят о том что они куда-то туда ушли нет мы не ушли мы вернулись вы ушли в сторону а мы вернулись в 1844 год и начинаем исследовать то что было открыто богом и Лени Уайт и ее тем собратьям в то время понимаете мы возрождаем как Елена Уайт пишет в своих трудах что мне было показано что именно простолюдие подымет знамя истины которое было растоптано и пронесет до самого пришествия Иисуса Христа и она дальше пишет что реформы реформация будет не сверхов а с низов и это так происходит понимаете верхи нас ведут в отступление а низы начинают сопротивляться этому и мы видим всю вот эту историю всю картину современность современности что происходит в церкви нашей поэтому друзья мои вы должны остановиться рассмотреть вы должны понять изучить если вы хотите спасения вы должны приложить все усилия но если вы хотите идти с большинством то вы можете идти как говорится такая есть пословица что живая рыба она всегда плывет против течения а дохлая по течению поэтому задается вопрос сколько плывут против течения а сколько по течению поэтому вот это духовное умершление духовное отступление и которые сегодня просто ну себя люди тешат о том что они находятся в этом корабле что они находятся в этом движении который бог избрал что это ковчег спасения и они находятся в этой церкви они думают что они из этих скамеечек так придет христос их заберет потому что у них на лбу написано или же там свидетельство о крещении что они адвентисты седьмого дня нет друзья этого не произойдет поэтому мы с вами прошли все эти темы прошли эти цитаты которые именно вестница божия писала собственноручно и дух и дух божий ей это говорил и если вы признаете что вестница божия она от бога вы должны задуматься и принять то что она писала но не то что вас сегодня учат поэтому заканчивая вот эти темы я хотел бы обратиться ко всем нашим братьям и сестрам кто нас будет слышать видеть мы те же ваши братья и сестры мы за вас молимся мы за вас переживаем нас представляют в какой-то форме злобной неприятной о нас пишут плохое но мы не хотим оправдываться мы хотим только сказать что мы вас любим и мы это говорим и мы это делаем и мы трудимся для вашего же спасения и это не мы а это господь через нас говорит вам предупреждение последнего своего призыва чтобы выйти из вавилона выйти из этой лжи из этого коммунизма который сегодня как бы всех вместе стягивают для того чтобы было это коммуническое движение поэтому мы сегодня с таким воззванием обращаемся чтобы вы исследовали писание чтобы вы молились и чтобы вы больше полагались на господа нежели на пасторов и руководителей которые вами руководят конечно то что как сказал иисус христос то что они говорят слушайте но не поступайте так как они поступают слушайте что говорит господь поэтому я еще раз обращаюсь все те которые нас слышат именно кому мы можем переслать пожалуйста вот такая книжечка мы вам пошлем даром эту книжечку по украине и по молдавии пишите свой адрес и я вам вышлю эту книгу и вы собственно наручно возьмете прочтете и сможете иметь этот материал и сможете проверить по всем книгам по всем данным так ли это потому что я знаю что после выхода в эфир вот этой программе вам скажут то они там понаписали такое она такое даже не писала мы знаем все эти нюансы мы знаем все эти лживые истории поэтому вы должны все проверить сами если вы хотите спасения значит вы должны приложить все усилия пусть добрый бог благословит вас и мое желание чтобы мы однажды в вечности все встретились и чтобы мы там вечности прославили нашего всевышнего бога нашего господа и спасителя иисуса христа